Дети войны и победы Светы мамам в городе прошла акция, посвященная Дню семьи. Далее расскажем обо всем подробно. Дети миллионы людей во всех странах мира организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что СПИД может коснуться любого человека. В настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов носителей вируса иммунодефицита человека. И это только те, кто знают о своей болезни. Почему важно вообще говорить об этом? Потому что на данный момент более 35 миллионов жизней это заболевание унесло. Ежедневно от СПИДа умирает около 7 тысяч человек. И из них, к сожалению, около тысячи – это дети. Это должен знать каждый, считают активисты нашего города. Поэтому с 11 по 20 мая Клуб волонтеров «Инсайт» совместно с Ресурсным центром добровольчества объявили в нашем городе информационную декаду, посвященную Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Главная задача – рассказать молодежи о том, что это за заболевание и в чем разница между ВИЧ и СПИДом. ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа тем, что СПИД – это уже последняя стадия ВИЧ-инфекции, ее уже не остановить. ВИЧ – это неизлечимое заболевание, но существуют препараты, способные затормозить распространение инфекции в организме и позволить человеку и дальше жить нормальной привычной жизнью. Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания. ВИЧ-инфекция поражает иммунную систему и из-за этого, если это никак не останавливает, можно заболеть СПИДом и со СПИДа можно умереть даже от простуды, поэтому, я думаю, очень важно знать, ВИЧ положительный или отрицательный. Но самая большая проблема ВИЧ-инфицированных – восприятие своего нового статуса и в отношении общества к ВИЧ-положительным людям. ВИЧ-инфицированные зря их дискриминируют, потому что через всякие прикосновения или в быту это никак не передается, это может передаться только через кровь или половой контакт, так что они не опасны. ВИЧ передается лишь тремя способами – через кровь, незащищенный половой контакт с носителем вируса и от матери к ребенку. На сегодняшний день ВИЧ изучен хорошо и развитие заболевания научились держать. Однако это не делает его менее опасным. А потому каждый человек должен знать, как передается ВИЧ и что делать, чтобы не заразиться им. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. О Великой Отечественной войне знает каждый. О событиях тех лет можно прочесть в учебниках и научных статьях. Но только воспоминания тех, кто пережил весь этот ужас, помогут нам понять, насколько действительно страшным было то время. Саровская общественная организация «Дети войны» выпустила второй сборник воспоминаний под названием «Дети войны и победы. Опаленные войной», в который вошли рассказы более 30 ветеранов. Сложно представить, что эти убеленные сединами бабушки и дедушки пережили в свое время. Разрывающиеся под окнами снаряды, издевательства фашистов, смерть самых близких. Они собственными глазами видели все ужасы войны. И готовя очередной сборник воспоминаний, редакторы обратились к последним свидетелям Великой Отечественной с просьбой стать соавторами книги. Мне звонили и все делились своим воспоминаниям. Всем хотелось поделиться, вспомнить о своем детстве. Может быть, они все это знали, помнили, но не с кем было поговорить. По словам Надежды Викторовны, многие нашли в себе силы рассказать о своем детстве, которое было мрачено холодом, голодом, бомбежками и написать рассказы и очерки в назидании подрастающему поколению. Приносили фотографии из семейного архива, наброски, черновики своих рассказов и стихов. У пожилых людей, которым сегодня за 73 года, уже было такое желание кому-то рассказать о своем тяжелом детстве. Очередной сборник увидел свет в этом году и вышел тиражом 300 экземпляров. На торжественной церемонии презентации книги получили авторы воспоминаний. Библиотеки города, учебные заведения и различные общественные организации. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саровчан приглашают принять участие в акции «Ночь в музее-2018», которая в этом году пройдет 25 мая. Традиционно с интересными проектами Саровчан познакомят музей города, художественная галерея, библиотека Маяковского, православное творческое объединение «Мир». Для более удобного посещения всех объектов Департамент культуры и искусства организует автобусы между площадками, расположенными в разных районах города. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В пятницу, 18 мая, Музей ядерного оружия приглашает на кинопрограмму «Четверть века тому назад». Саровчанам покажут документальные фильмы об истории внеев, его руководителя, городах-побратимах нашей малой родины и многом другом. Всего к показу подготовили 11 картин. В каком порядке их смотреть, путем голосования решат сами гости музея. Кинопоказ начнется в 18 часов. 28 мая в Сраве начнут работу летние дворовые площадки. Как сообщили в центре внешкольной работы, для ребят будут организованы творческие конкурсы, турниры, спортивно-развлекательные программы и многое другое. Площадки будут работать по будням с 16 до 20 часов. ФК Саров в третьем туре чемпионата области в гостях одарил Богородский «Спартак». Встреча закончилась со счетом 3-2. Следующую игру также на выезде Саросский клуб проведет в Дзержинске 19 мая, где сыграет с местным «Ураном». По итогам трех туров наши футболисты заработали 7 очков и располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы. Для того, чтобы подарить маме радости и поднятие настроения, не обязательно ждать особого повода. Простого желания сделать это будет вполне достаточно. Педагоги и ребята из различных объединений молодежного центра вышли на улицы города, чтобы устроить для саровских мам небольшой праздник. Активисты творческих объединений молодежного центра «Дружной компанией» отправились в парк культуры и отдыха имени Зернова. Живые хризантемы в руках ребят предназначены для мам Сарова. Ежегодную акцию посвятили Международному дню семьи. Мы дарили цветы женщинам на улице. Это просто замечательно. Мы просто дарили улыбки, радость. Женщинам было очень приятно. Это же, они же матери. Лидия Сергеева очень любит проводить детские праздники. Попав на День открытых дверей в молодежный центр, она к своей радости узнала о существовании студии аниматоров. Навыки проведения мероприятий позволили Лидии преодолеть и некоторые личностные барьеры. Это помогает развивать навыки в общении с людьми. Признаюсь честно, до того, как я пришла в студию аниматоров, я была человеком замкнутым, возможно, неразговорчивым, необщительным. А теперь я раскрываюсь и перед людьми мне становится легче себя чувствовать, дышать. Небольшие, но милые и приятные каждой маме сюрпризы от организаторов акции смогли отвлечь их от бытовых проблем и подарить хорошее настроение на весь день. За считанные минуты аллеи парка наполнились улыбками. И, как говорится, дарить добро так же приятно, как и получать. Детство и материнство – это самая лучшая пора жизни. Молодежный центр проводит акцию «Цветы сырого мамы». Спасибо большое, девочки. Акция «Цветы сырого мамам» ежегодная и является частью комплексной работы с молодыми семьями. По традиции, букеты живых цветов из рук воспитанников молодежного центра получают соровчанки в театральном сквере и центральном городском парке. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарове подвели итоги турнира, история которого берет свое начало в далекие 60-е. Кожаный мяч – это крупнейшее в стране соревнование по футболу среди детских команд, традицию проведения которых стараются поддерживать и по сей день. На стадионе ИКАР прошла церемония награждения по итогам городского этапа областных соревнований «Кожаный мяч-2018». С инициативой проведения первого в Советском Союзе массового соревнования среди детских дворовых команд выступил легендарный вратарь Лев Яшин. Тогда за победу боролись около 170 тысяч сборных и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Великий футбол начинается с малого шажка, с детского футбола. Поэтому детский футбол нельзя выкидывать из всей системы подготовки футболистов. Среди тех, кто вручал награды юным футболистам, были победители соревнований «Кожаный мяч» прошлых лет. Владимир Рыбаков вместе со своей командой поднимался на высшую ступень пьедестала почета главного всесоюзного детского футбольного турнира в далеком 67-м году. Первый турнир был в 1964 году. Тогда было очень много команд. Вот на этом поле, где мы сейчас присутствуем, очередь была поиграть. «Каждая улица имела по одной, по две, по три команды. И была, значит, очень конкуренция высокая». Главной целью турнира как в советские годы, так и в наше время была и остаётся популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 19 команд. Лучшие из лучших определились после трёх недель соревнований. «Футбол – один из самых массовых видов спорта у нас в стране. И на него всегда возлагают большие надежды. Ну, пусть пока не совсем оправданные, но, может быть, из этих детей вырастет кто-то, на кого мы будем смотреть с гордостью». Призёры и победители турнира «Кожаный мяч» получили дипломы и сладкие призы. Все футболисты и гости церемонии награждения смогли пожать руку символу предстоящего чемпионата мира – волку за биваки. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В районе Сатиса прошли соревнования по спортивному ориентированию. Попробовать свои силы в поиске контрольных точек на время собралось более 40 человек. Организаторы проложили два маршрута. Один для опытных спортсменов протяжённостью 3 километра и один для новичков. Подробности далее. А не вот прямо нам надо идти? Ну, а что тут лезть по этим-то? Давай по дорожкам. В отличие от опытных спортсменов, Ирина Погодина вышла на старт всего второй раз в жизни. Для себя выбрала короткую дистанцию – полтора километра. 20 контрольных точек она прошла меньше, чем за полчаса. И к финишу среди новичков пришла одной из первых. Трасса мне показалась лёгкой. Ну, сначала, конечно, вместе с группой бегала, потом, когда поняла, что могу рассчитывать на свои силы, немного ускорилась и вот прибежала, немного оторвалась от них. Во время забега участникам запрещено пользоваться электронными устройствами с навигацией. Инструменты спортсмена – это карта и компас. Определить стороны света, взять азимут и бегом. Через овраги, поваленные деревья и небольшие болота. Находясь в лесу, главное помнить несколько простых правил. Уметь находить азимут, знать хотя бы самые банальные ориентиры, тропинки, леса и всё остальное, что означает на карте, и боевой настрой. Чтобы участникам, особенно заядлым спортсменам, на соревнования было интересно, организаторам приходится каждый раз не просто искать новое место, но и самостоятельно рисовать карту, практически живя в лесу. Выбираем более-менее такой район, чтобы было там не очень сильно дорожная сеть, с одной стороны, с другой стороны, чтобы был рельеф, и с другой стороны, чтобы было поменьше болот, воды, ну, чтобы не топить людей. В этот раз Сергею Егоршину пришлось провести в лесу почти неделю, но оно того стоило. Прошли соревнования на позитивной волне и под девизом «Сколько человек в лес вошло, столько же должно из него выйти». Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Восточная мудрость гласит, мед – лекарство от ста болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». С 18 по 20 мая в Ледовом дворце проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний. Потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 18 по 20 мая. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова